сегодня рецепт антикризисный всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду почти три года назад если не изменяет память январе 15 кажется я уже показывал рецепт испанской тортильи это такой омлет с картошкой на тот момент на канале было что-то около двух тысяч подписчиков с тех пор вас стало гораздо больше но когда я заглядываю в аналитику канала изучая статистику просмотров что вам интересно что не интересно то я вижу что большинство из вас не копает глубоко и не роется в старых выпусках я решил повторить этот рецепт выпустить так сказать обновленную версию до менее антикризисную но даже если вы повторите этот рецепт своей старой версии то вот поверьте просто поверьте вы влюбитесь него без оглядки для меня из всей испанской кухни несмотря на все это разнообразие осьминогов других морских гадов на разнообразие паэлей всяких осада так вот для меня тортилья та самая вкусная еда из всей испанской кухни возможно конечно потому что продукты на сквозь привычные но я очень вас прошу посмотрите посмотрите этот рецепт и приготовьте в ближайшее время и поделитесь потом своими впечатлениями об этом блюде под этим роликом это важно напомню канал называется кулинарная пропаганда я пропагандирую вкусную еду всякий раз когда кто-то из вас пишет под роликом я попробовал это приготовить это было здорово этот рецепт станет постоянным нашей семье я считаю что день у меня был прожит не зря так что присоединяйтесь к нам к чревоугодникам итак мне сегодня понадобится картошка яйца лук сыр ветчина ну и урастительное масло картошку как вы видите я предварительно начистил и замочил чтобы не темнело нарежу ее ломтиками важно соблюсти соотношение картошки и яиц на 5 средних картофеля надо взять 6 яиц в готовом блюде очень важна консистенция испанская тортилья очень нежная поэтому яиц в ней должно быть много а теперь обжарка картошки на самом деле это даже не столько обжарка сколько тушение наверное или варка в большом количестве масла я использую оливковое наливать надо слой примерно в сантиметр толщиной и картошку я выкладываю не дожидаясь когда масло разогреется в тортилье картошка не должна быть румяной вся румяность только на поверхности готовой лепешки лук можно добавлять можно не добавлять в испанских магазинах продают уже приготовленную измороженную тортилью и так и пишут на упаковке это с луком это без лука короче на любителя я любитель поэтому лук кладу и сразу перемешиваю картошку надо томить до мягкости и обязательно регулярно помешивать если оставить ее хотя бы минут на 5 на 10 без помешивания обязательно краешки возьмут до зарумянится а это будет совсем не то у меня есть время наколотить яиц это средний по размеру можно даже и крупные брать картошка томится и у меня перерыв минуток двадцать да надо же посолить и так следующий этап картошку надо отбросить на дуршлаг чтобы лишнее масло слить яичную болтушку тоже присолю немного вот так и перемешать и вот теперь можно соединять вместе яйца и картошку аккуратно размешать чтобы пластинки картошки лишний раз не ломались они все-таки должны остаться более-менее целыми а продолжится у нас процесс на сковороде с антипригарным покрытием очень важно чтобы антипригарное покрытие было хорошего качества чтобы точно к этой сковороде ничего не приклеилось немного масла сюда и половину картофельной яичной смеси половину потому что сегодня показываю модернизированный рецепт и теперь сама модернизация слой ветчины кладу так чтобы до краев сковороды не доходил сантиметр примерно теперь сыр я купил моцареллу это конечно не настоящая такая какую обычно в плохих забегаловках в пиццу кладут то есть не рассольная теперь опять ветчина прикрою хорошо и вот теперь вторая половина картофельной яичной смеси и теперь поджаривайте на среднем огне если у вас большая сковорода если поменьше размером или маленькой то на самом слабом огне дело в том что если вы сделаете сразу огонь более-менее сильный то тортилья снаружи ну то есть в том месте где она прилегает ко дну поджарится и даже начнет подгорать а теплота внутрь тортилью не успеет пройти то есть яйца не схватятся и периодически надо проделывать вот такую процедуру лопаткой сбоку отгибаю краешек чтобы всплывшее масло опять вниз ушло и кроме того вот такими движениями сковороды потряхивают лепешку не лепешку понятно пока еще ну чтобы она ко дну не приклеивалась ну и надо накрыть крышкой и обжаривать надо до тех пор пока сверху она тоже не схватится ну в смысле яйца не схватятся и огонь слабый вот под крышкой совсем слабый огонь делаете так надежнее вот смотрите уже схватилось и вот теперь очень ответственный момент надо ее перевернуть как блины переворачивают при этом желательно не уронить не обжечься и не заляпать все кругом маслом все получилось наверное потому что я сегодня был хорошим мальчиком и краешки надо заправить подровнять чтобы красивая была чтобы ровная аккуратная на второй стороне все будет гораздо быстрее она уже прогрелась внутри так что подрумянится верхушка теперь уже донышко и все можно за стол думаю все пора какая румяненькая подают ее как теплой так и холодной я люблю трескать ее конечно в теплом виде но вот такую модернизированную сырной начинкой конечно же надо подавать горячий пока сыр тянется Но даже если вы ее приготовите, извините, даже если вы ее приготовите без сыра и без ветчины, это будет бомба. Белко углеводное. Это привычная мне, обожаемая мной испанская тортилья, только еще и с сыром, и с ветчинкой. Прям класс. Просто класс. Как ее распотронил, неприлично. Ее испанцы нарезают такими кусочками, кладут на хлеб. Получаются такие бакагитосы, бутербродики. Его подают на завтрак в различных кафешках. Ее и на обед едят. Она очень нежная по консистенции за счет омлета. Она нажористая и дает хороший вкус вот этой вот жареной-отомленной картошки. Лук придает сочности. Прям класс. Чую сыр. Вы извините, что я здесь прям жру непрерывно. И да, ведь не обязательно готовить именно с такой начинкой. Можно фантазировать, добавить зелень какую-нибудь на выбор. Или, например, кусочки слабосоленой семги. Тоже, наверное, будет неплохо. Короче, творите на кухне. Спасибо вам за компанию. Спасибо за активность на канале. За лайки, излайки. За репосты. Отдельное спасибо. Всем пока и приятного аппетита.